«Самого богатого человека, у которого были миллиарды денег, который с момента своего сотворения не познал ни печали, ни беды, ни холода, ни голода, ни бедности, ни заключения, который всю свою жизнь провёл в благоденствии и достатке, в судный день Аллах прикажет ангелам окунуть его на миг в ад и вытащить обратно. После того, как ангелы его вытащат, Аллах скажет своему рабу, «О, раб мой, с момента своего сотворения ты познал благополучие?» Этот человек ответит, «О, мой Господь, с момента моего сотворения я не познал ни счастья, ни благополучия даже на одну секунду». Почему? Потому что его окунули в ад на миг и вытащили. Хоть он прожил сто лет или тысячу лет, в благоденствии и благополучии он забудет всё это, как будто этого никогда и не было. Настолько сильное в аду наказание. А что делать человеку, который там должен находиться многие годы? Или человеку, который брошен туда навечно, получая там различные мучения? Насколько же это страшное наказание? А человека, который не видел ничего хорошего на этом свете, прожил в горе и несчастье, прошёл войну, голод, холод, издевательство, избиение, не видевший ни одной радости. В судный день Аллах скажет своим ангелам завести его в рай на небольшое время и вывести обратно. И когда Аллах спросит у него, «О, раб мой, с момента сотворения ты познал несчастье и трудности?» Человек ответит, «С момента своего сотворения я не познал несчастье и горе даже на одну секунду. Все свои беды, трудности и невзгоды, даже если он до самой своей смерти провёл жизнь в тюрьме и одиночестве, всё это он забудет. До того рай красивый. Эта красота заставит его забыть всё это. Из всего вышесказанного мы понимаем, что это дунья, не стоит ничего и не имеет значения, что ты в благополучии прожил, а что в горе». Субтитры создавал DimaTorzok